Администрация сельского поселения Булатниковская продолжает вести работу на территории поселения. Из последних нововведений создана общественная палата. Выдвинута инициатива о преобразовании сельского поселения в городское. Появилась новая форма самоуправления ТОС. Подробнее об этих и других важных вопросах узнаете из материала нашего корреспондента. 10 июля состоялся отчет главы администрации сельского поселения Булатниковская о проделанной работе за первое полугодие 2014 года. На мероприятии присутствовали заместитель главы администрации Ленинского района Геннадий Труфанов, депутаты Совета депутатов поселения, представители учреждений, организаций, жители поселения. Сергей Арчуков в начале своего отчетного доклада отметил, за 10 месяцев его работы на посту главы поселения удалось дать старт переменам. Прямой разговор, личное общение с людьми, желание вникнуть в проблему – это наш стиль работы, принцип работы, принцип работы нашей команды. За полугодие мной, как головой поселения, совершены более 100 поездок в населённые пункты. Эти поездки и встречи с жителями очень помогли мне почувствовать ситуацию и настроение в поселении. Я также благодарен всем, кто активно пишет нам на сайте, мне лично. В поселении, пока только в посёлке Бица, появилась новая форма самоуправления, которую практически единодушно поддержали жители – территориальное общественное самоуправление. Первейшая задача нашего ТОСа – это устранить избыточную хозяйственную и техническую деятельность, которая крайне мешает жителям посёлка. Это выражается сборем металлолома, причём это сопровождается экологическими проблемами, о которых мы уже два года сражаемся с внешней угрозой. Важным направлением в работе администрации является исполнение наказов избирателей. Всего на контроле стоит 100 наказов. По состоянию на июнь выполнено 30. Например, создание общественной палаты поселения, приведение сайта администрации в надлежащее состояние, ремонт моста через реку между посёлком Бица и Жапкино, сделан объездной проезд мимо деревни Боброво для большегрузных автомобилей. В сфере жилищно-коммунального хозяйства большое внимание уделяется приведению в рабочее состояние объектов инженерной инфраструктуры. Часть работ уже выполнена. В части произведён капитальный ремонт труб отопления и горячего водоснабжения у дома номер 9 в Измайлово. В посёлке Новодржунов был произведён косметический ремонт в доме номер 5. Проведено обследование стоящих на балансе автомобильных дорог, дворовых проездов и улиц сельского поселения. Подготовлена документация по строительству новых и дооснащению спортивных и детских игровых площадок сельского поселения Булатниковское. Восстановлены линии уличного освещения в посёлках Дубровский, Измайлово, деревни Жапкино. Сделан тротуар в посёлке Дубровский до дома номер 6. Сделана пешеходная дорожка от посёлка Измайлово до посёлка Дубровский. О планах администрации на второе полугодие 2014 года. В деревнях Суханово и Жапкино будут установлены новые памятники погибшим воинам-односельчанам. С августа в Новодржунов начнёт действовать библиотечный пункт от районной библиотеки. Будут выполнены работы по ремонту мягкой кровли в доме номер 7 посёлка Измайлово. Холодного и горячего водоснабжения в домах 7-3 посёлка Измайлово, а также дома номер 3 по улице Юбилейное. В ходе отчёта жители делились проблемными вопросами. Самый ближайший у нас автобус находится здесь, в Измайлово, до деревни Спасской высадки более 2 километров. Дорога очень узкая, нет тротуаров и практически дойти до деревни Спасской высадки невозможно. Не ходит ни маршрутка, не ходит ни автобус, ну и нет даже элементарного, нет до настоящего времени ни одного телефона, с чем мы сталкиваемся ежедневно. Хотя по указу президента я знаю, при образовании деревень каждое деревье должно быть телефонизировано. Летом приезжает очень много шашлычников, грязи много. Просили администрацию хотя бы как-то перекрыть весь деревень. У нас нет сквозного проезда, у нас тут нет. Что у нас творится, и наркоманы в лесу заезжают. И просто не можем справиться. С учётом наметившейся тенденции существенного роста численности населения, администрации поселений Советом депутатов было принято решение о проведении местного референдума по вопросу преобразования сельского поселения Булатниковское в городское. Лариса Вольнова, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.